Сегодня я собираю сеты для Азама, Трэшера, Смайла и других популярных ютуберов. Всем привет, братья и сестры, на связи Отец Евген. Здарова, Отец! Добро пожаловать на мою новую охренительную рубрику. Я, если честно, еще не придумал, как ее назову, но будет что-то типа модный приговор. Я видел, видел уже! Это рубрика, в которой мы будем собирать самые крутые сеты в нашей любимой игрушке Free Fire. И сегодня, в первом выпуске, я буду собирать сеты для популярных ютуберов. Прожимай мне пальчик вверх авансом, подписывайся на канал, если до сих пор не подписан. И погнали собирать сеты! Ну, это все шутки, это комедия, вы же не обижаетесь, да? Ну и заодно посмотрим на аккаунт отца Евгена. Очень многие просили снять обзор, а у меня все никак руки не доходят, поэтому совместим приятное с полезным. И сеты соберем, и на аккаунт величайшего посмотрим. Стоп, я назвал себя величайшим? Ну, знаете, за 5 лет игры во Free Fire я накопил огромнейшее количество вещей. Ох ты же, мама дорогая! Даже не спрашивай, сколько все это добро стоит. Деньги есть! Братик, данный видеоролик снят при поддержке моих партнеров B-Play. Те самые ребята, которые устраивают самые крутые турниры во Free Fire. На их канале уже вышла расширенная версия данного видеоролика, где тебя ждут не только еще больше сетов, но и традиционный конкурс на алмазик. Поэтому не забудь подписаться на их канал, ссылочка есть в описании. Участвуй в конкурсе и забирай халяву от отца Евгена и B-Play. Ну, а первым ютубером, для кого мы сегодня соберем охренительный, кайфовый сетик от отца Евгена, будет Трэшер. Для начала нам нужно выбрать персонажа, который более-менее как бы похож на Трэшер. Это будет Скайлер. Ну, вы только сами посмотрите, одно лицо ведь. Нет. Ну, максимум, может быть, я ему еще бородку бы добавил, чтобы уж наверняка был похож. Всем ассаламу алейкум, друзья. Вообще, смотря фотографии Трэшера в соцсетях, он очень редко использует как бы головные уборы, там, кепочки, шляпочки. Поэтому, я думаю, будет логично выбрать ему причесочку, которая более-менее походит на его прическу в жизни. Вот. Я думаю, идеально. Макияж, я думаю, мы делать ему никакой не будем. Он и так у нас красивый. Парыш из 3 часа всего в инвентаре, я выбрал вот эту вот курточку. Она очень гармонична, ваконична, красива, сексуальна. What the fuck is this? Смотрится на Трэшер. Теперь самое время выбрать штанишки. Обращаю ваше внимание, ребята, что штаны должны гармонично сочетаться с верхушечкой. Если вы собираете сет во Free Fire, обращайте на это внимание. Вверх и низ должны сочетаться. Золотые слова. Вот как эти штаны. На первый взгляд даже кажется, что они как одно целое. Но на самом деле нет, они из разных наборов. Ну вот, ребятки, первый сет, в принципе, готов. Как вам? Оцените его в комментариях по 10-бальной шкале. Где 1, это хреново, а 10, это великолепно. Следующий сет для Азама. Для Азама, я думаю, идеально подойдет персонаж Итан. Азам, Итан. Одно лицо, мать вашу. Так как Азам постоянно на своих стримах сидит в кепке, я думаю, будет целесообразно надеть ему кипарик. Вот я нашел вот такую вот кепку. Но Азам, насколько я знаю, постоянно ходит с прямым козырьком. Более-менее похож на ту, в которой он сидит на стримах. В последнее время, ребята, я заметил, что Азам у нас отращивает бороды. Поэтому, я думаю, нужно будет, как и Трэшеру, надеть ему бороды. Кена, елки-палки, у меня так много вещей, что хрен найдешь. Нашел. Ну, реально же похож. Клянусь, я ему все в голову дал. Азам у нас постоянно находится в футболке. Поэтому, я думаю, мы ему на его сет наденем футбол. По-моему, прикольно. Ну и, наконец-то, выберем ему штаны. Во! Не лайк, если любишь Адидасу. Как по мне, очень здравый сет. Вот знаете, ни взять, ни отнять. Ни плюс, ни минус. Вот как надо. Просто идеально. Если достал нож, режь. Как обычно, ребятки, данный сет оцените в комментариях. От 1 до 10. И 1, это очень хреново и отстойно. А 10, это прям великолепно. Лично моя оценка, вот знаете, на восьмерочку. Вот ходит Азам в жизни. В футболочке, в спортиках, кроссовочке, кепочка, бородочка отрощена. И вот такой же вот он в игре. Я вот сейчас просто представляю уже комменты, которые пишут. Евген, закрывай рубрику, это не твое. Моделир из себя хреновый. А какой-нибудь Даваска это сейчас смотрит и плачет. Ну а следующий ютубер, для которого мы соберем сет, будет Смайл. По поводу персонажа, который похож на Смайл. Так, ну тут вот уже посложнее, знаете. А хотя нет, Лусио. А в этой игре есть персонаж с именем Лусио? Я один только сейчас о нем узнал. Ну реально похоже. Чисто вылитый Смайл. Теперь, чтобы конкретно прям как Смайл был, надо ему еще, знаете, что одеть. Так, где оно, где оно, где оно, где то у меня здесь было. О, ну реально Смайл. Здесь еще вот такая вот масочка. Но она более такая симпотненькая, да? Такая с красными полосочками. Мне кажется, они больше, так знаете, стиля ему добавляют. Всем здорова, друзья. С вами, как всегда, Смайл. Выбираем низ для Смайла. Я думаю, здесь должно быть что-то такое, знаете, экстравагантное. Потому что все мы с вами знаем Смайла как Сэмуэля Джексона. Того самого чувака, который научил весь наш регион оттяжки. Поэтому я думаю, в этом сете это должно прослеживаться. Чтобы вот, знаете, враг его просто на поле боя увидел, такой, О, это Смайл. С ним лучше не связываться. И по газам от него. Порывшись два часа в своем инвентаре, я остановился вот на этой универсальной серой однотонной футболочке. Чтобы сет Смайла был похож на то, какой он есть в жизни. Опирался я вот на эту фотку. Я думаю, здесь тоже, как и у Азама, должно быть что-то такое, знаете, околоспортивное. Ну, классический Адидас, он реально сюда подходит. Четко. Ничего лишнего. Адидасе, классическая футболочка, фирменная масочка и прическа, как у Смайла. Оцените данный сет от 1 до 10. Где 1, это очень хреново, и Евген вообще закрывает ту нахрен рубрику. А 10, это значит, что Евген великолепен. Ёб твою мать, красотища какая. Ладно, шучу. Ну, просто значит, что, ну, у меня есть вкус и реально сет на Смайла похож. Итак, друзья, сегодня мы собрали сеты для Трэшера, Азама и Смайла. Напишите в комментариях, какой сет понравился вам больше всего. Ну, а я напоминаю, что на канале Биплей вышла расширенная версия данного видеоролика, где я собрал еще один сет для одного ютубера. Для того, чтобы узнать, кто он такой, переходи по ссылочке в описании и подписывайся на канал Биплей. Также, там тебя ждет конкурс на 500 алмазов. Участвуй и побеждай. Ну, а сейчас, в завершении данного видеоролика, я приберет для тебя кое-что очень интересное. Еще один сет для моего очень хорошего друга. Для жабки. Нужен персонаж, который похож на жабку. Вот, я думаю, идеально похож на жабку. Особенно на того жабку и прямиком из 2018. Это называется идеальное попадение. Одно лицо. Теперь давайте соберем для него сетик. Отденем ему рубашечку. Есть у меня тут одна, которая идеально просто... Во, во, вот просто идеально. Я думаю, сюда подойдет вот это вот. Это чисто, знаете, как будто Ванька только что из сауны вышел. Как бы полотенцем перебендовался и побежал. Ну, для того, чтобы сет наш был полный, такой, как нужно. А это, конечно, самое главное, последний штрих. Так, где они, где они, где они? Вот они, шалепки. Ну, Вань, идеально. Ой, что это такое? Ну, если тебе вдруг не нравится, у меня еще второй вариант есть. Вот такой вот. Ну, если и этот тебе не нравится, не расстраивайся. Есть и третий вариант. Вот такой. Для всех по одному, а для тебя три. Любой выбирай. Ну, теперь, ребятки, точно все. С вами был Отец Евген и моя новая рубрика «Модный приговор». Надеюсь, что такой формат роликов вам очень сильно понравился. Пишите в комментариях, какой сет вам нравится больше всего. И предлагайте других ютуберов, для которых я в следующем видео соберу фирменные сеты. Подписывайтесь на канал, если ты с этого не подписан. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok